Предлагаем вашему вниманию экологически безопасные ресурсосберегающие технологии комплексной обработки котлов железнодорожных цистерн. В состав комплекса входят автоматизированная система перемещения и позиционирования вагонов, обеспечивающая постановку цистерн в зону обработки. Эстакада, необходимая для обеспечения доступа промывальщиков на цистерны и проведения там требуемых работ. Крышки технологически универсальные, системы подвеса шлангов, обеспечивающие подачу моющего и споласкивающего растворов, а также дегазацию и сушку внутренних поверхностей котлов железнодорожных цистерн. Устройство нижнего слива, системы разогрева клапана, обеспечивающие отвод моющего раствора после отмывки и воды после споласкивания цистерны, а также разогрев нижнего клапана цистерн в зимний период. Фильтр-отстойник, необходимый для очистки раствора от крупных механических примесей. Модуль сепарационный, обеспечивающий выделение из загрязненного моющего раствора нефтеостатков и шламов. Модуль ямкостной для моющего раствора. Модуль ямкостной для споласкивающей воды. Модуль приготовления раствора. Модуль гомогенизации, обеспечивающий обработку смешанных нефтеостатков. Модуль дегазации и сушки котлов железнодорожных цистерн. Модуль очистки воздуха, поступающего из цистерны во время процесса дегазации и сушки. А также технологическая обвязка и емкости для хранения смешанных нефтеостатков и шламов. Технологический процесс комплексной обработки внутренних поверхностей котлов железнодорожных цистерн обеспечивают Промывальщик по обслуживанию нижних люков цистерн. Промывальщик по обслуживанию верхних люков цистерн. Оператор. Технологический процесс начинается с приготовления раствора технического моющего средства Обисм. Для этого в модуль приготовления раствора, а также в емкость споласкивания, поступает техническая вода, где она нагревается до необходимой температуры и тщательно перемешивается с порошкообразным средством Обисм до получения 3,5% водного раствора. Далее моющий раствор перекачивается из модуля приготовления раствора в фильтр-отстойник, модуль сепарационный и модуль емкостной, заполняя их до необходимых уровней, фиксируемых датчиками. При помощи автоматизированной системы перемещения и позиционирования вагонов цистерны подаются на рабочее место, где промывальщики осуществляют монтаж крышек технологических универсальных и устройств нижнего слива. Далее нагретый в зависимости от вида отмываемого нефтепродукта до температуры от 45 до 75 градусов Цельсия моющий раствор через технологические крышки под давлением 10 атмосфер подается на моечные машинки, которые, вращаясь в двух плоскостях, равномерно отмывают внутренние поверхности котлов железнодорожных цистерн от загрязнений. Время отмывки зависит от типа нефтепродуктов, их количественного остатка и времени года. Отмытая эмульсия раствора и нефтепродуктов через устройство нижнего слива откачивается в фильтр-отстойник, где отделяются тяжелые шламы, и поступает в сепарационный модуль, в котором происходит сепарация моющего раствора от нефтепродуктов и мелкого шлама. В модуле сепарационном где эмульгированные нефтепродукты перетекают в карман для смешанных нефтеостатков, а шламы оседают в нижней его части и откачиваются в фильтр-отстойник, из которого при накоплении подаются в бункер шлама. Смешанные нефтеостатки, скопившиеся в верхней части сепаратора, дополнительно выдавливаются в карман для смешанных нефтеостатков и далее направляются в модуль гомогенизации. Затем следует вторая операция комплексной обработки – споласкивания, требующаяся при подготовке цистерн под налив высококачественных нефтепродуктов. Техническая вода из модуля споласкивающего через технологические крышки подается на моечные машинки, споласкивает внутренние поверхности цистерн, отмывая их от остатков моющего раствора и далее через устройство нижнего слива возвращается в споласкивающий модуль. Третьей составляющей комплексной обработки внутренних поверхностей котлов железнодорожных цистерн является операция дегазации, сушки и охлаждения. При этом очищенный и подогретый в модуле дегазации и сушки воздух циркулирует внутри котлов цистерн, тем самым дегазируя их и высушивая. При выключенном паровом колоритере осуществляется охлаждение котлов железнодорожных цистерн. Во время данной операции выходящий из котлов цистерн воздух проходит очистку в модуле очистки воздуха. В завершение замкнутого технологического процесса нефтеостатки, поступившие в модуль гомогенизации, перерабатываются в товарное топливо, шламы поступают на известкование или утилизируются. Обработка внутренних поверхностей котлов железнодорожных цистерн заканчивается демонтажом технологических крышек и устройств нижнего слива. Отмытые цистерны при помощи системы перемещения и позиционирования вагонов перемещаются на позицию осмотра, а их место занимают следующие цистерны с остатками нефтепродуктов и процесс повторяется.